И к нам присоединяется актер, режиссер, народный артист России Александр Галибин. Добрый вечер, Александр Владимирович. Здравствуйте, Александр. Приветствую. Со временем гибели группы Дятлова прошло больше полувека, но на эту тему продолжают снимать фильмы и документальные, и художественные. Почему эта история продолжает волновать и зрителей, и режиссеров? Любая экстремальная ситуация, которая происходит в мире, в стране, в городе, с человеком, она привлекает. Экстремальная ситуация, которая произошла на перевале Дятлова, она уже обросла мифами, слухами, она обросла гипотезами, версиями. И очень сложно отличить там правду от неправды, от вымысла, мифа, от реальности. И я думаю, что именно это привлекает туда, именно это привлекает и зовет. Помимо самого экстрима, который существует там как факт, как факт этого перевала, а еще экстремальность есть в виде мифа, который тоже, мне кажется, притягивает людей. Есть несколько мистических версий гибели группы Дятлова. А вы вообще верите в паранормальные явления? Конечно, я верю, да. В сериале «Мастер и Маргарита» вы сыграли мастера. В прессе писали, что впоследствии снимавшиеся там артисты тоже стали участниками мистических событий. Вы после этой роли изменили свое отношение к всевозможной чертовщине? Когда мы снимали кино, конечно, с кем-то случались какие-то события. Кто-то там уходил, кто-то приходил, кто-то что-то ломал, у кого-то что-то болело. Я не знаю, нужно ли связывать это с мистикой. Но, конечно, вокруг романа много мифов. Надо просто отделить зерна от плевел. Перевал Дятлова по сей день привлекает много туристов. Есть даже целое направление – туризм по местам трагедии. Например, немало желающих посетить зону чернобыльской катастрофы. Как вы относитесь к подобному виду путешествий? Если это не исследовательская экспедиция, если вы говорите о Чернобыле, а просто любопытство, то я это, честно говоря, не приемлю. Если это исследовательская экспедиция, связанная с вещами, которые нам скажут о том, чтобы это больше не повторилось, или с тем, что там происходит, а мы не знаем, это совершенно другая ситуация. Но я считаю, что во всем должна быть этика. Я знаю, что даже на кладбище ходят, водят экскурсии по ночам, и определенные люди устраивают даже такие хэппининги. Там, знаете, мертвецы встают из могил, тебя заводят в склеп, потом тебя кто-то схватает. Ну, это все эти ужастики, эти страшилки, мне кажется, они лежат в такой этической области. Я не люблю это. Ну, а как вы думаете, что привлекает людей в таких местах? Ну, как адреналин, да, желание получить тот заряд, которого нет в твоей повседневной жизни. А для артиста или режиссера было бы интересно побывать на местах трагедии, ну, чтобы собрать материал для новых работ? Это да, конечно, это да. Я думаю, что это очень важно, собирать такие ощущения. Я, в общем, если бы у меня была такая возможность, я бы, наверное, в сопровождении инструктора поднялся бы до перевала Дятлова. Меня это манит. Меня это манит. Спасибо. С нами был Народный оркестр России Александр Галибин. Спасибо. Спасибо. Все, пока. Спасибо.